На окраине Краснофлоского района, на пустыре у коттеджного городка, расположенного у остановки Полярная, очевидцы обнаружили Ниссан Лаурель, который кто-то пытался сжечь. Автомобиль, появившийся здесь ночью, неизвестные загнали в совершенно безлюдное место и явно собирались уничтожить. Намерение выдали следы и предметы, обнаруженные здесь. Пироманы использовали для поджога легкие фракции парафина. Жидкость для розжига была расплескана по салону автомобиля. Огонь, который поначалу начал набирать силу, по какой-то причине угас. Повторять попытку уничтожения иномарки поджигатели не стали. По всей видимости, они уже были довольно далеко. Госномера с машины исчезли. Замок зажигания взломан не был, однако следы несанкционированного проникновения в салон имелись на одной из дверей. Проверка автомобиля по базе данных ГИБДД показала, что иномарка, если и была использована в криминальных целях, то о них полиции еще ничего не известно. В списке угнанных или разыскиваемых за преступление автомобиль не значился. Горожанин, числившийся владельцем Лаурели, объяснил оперативникам. Машину он не так давно продал за 60 тысяч рублей. Покупатель отдал ему 40. Переоформить машину на нового владельца стороны должны были только после полного расчета, которого не произошло. Таким образом, юридический собственник не смог пролить свет на подозрительную ситуацию, похожую на попытку замести следы какого-то преступления. Проверку ведет уголовный розыск. С места происшествия Денис Коршунов и Андрей Алферов.